В 10 недель ваш малыш размером чуть меньше кумквата, ребенок вступает в фазу развития плода. Черты его лица определены, а его зубные зачатки формируются. В течение следующих недель его ткани и органы будут быстро расти и созревать. Между его пальцами рук и ног исчезла перепонка, а на ногтях и пальцах появились отпечатки. Ваш ребенок может разжимать и жимать кулаки и сгибать пальцы ног. Благодаря развитию мускулов и рефлексов, он теперь двигает конечностями и устраивает баурю. Однако, если это ваш первый ребенок, вы, скорее всего, не почувствуете его трепетание до 18-20 недели. Через полупрозрачную кожу видны и функционируют его жизненно важные органы, в том числе растущий мозг, нервная система, кишечник и печень, которая вырабатывает красные кровяные тельца вместо исчезающего желточного мешка. Пуповина сейчас усиленно работает, одновенно доставляет ребенку кровь, богатую кислородом и питательными веществами. Затем кровь уносится по двум артериям. Примерно на 12-й неделе почки начали вырабатывать мочу, которую ваш ребенок вскоре начнет выделять с околоплодными водами. Он проглотит жидкость, и процесс начнется снова. К 14-й неделе у вашего ребенка глаза и уши встали на свои места, и он может щуриться, хмуриться и гримасничать. Сейчас у вас начинается второй триместр беременности, и многие женщины говорят, что это время, когда они чувствуют себя лучше всего. Первый скрининг при беременности. Первый скрининг при беременности проводят между 11 и 13 неделями. Нет смысла проходить это обследование ранее, до 11-й недели беременности многие показатели практически не подаются определению. Исследование включает в себя два медицинских теста, УЗИ и анализ крови. УЗИ? Бытует мнение, что УЗИ оглушает нерожденного ребенка. Это, конечно, миф, возникший из-за незнания базовых законов физики. Ультразвук. Это колебания высокой частоты, которые не слышны ни взрослым, ни детям. УЗИ. Одно из самых точных, недорогих и безопасных исследований. При помощи УЗИ врач определяет точный срок беременности, оценивает телосложение ребенка, его размеры, окружность головы, длину конечностей, рост, работу сердечной мышцы, симметричность головного мозга, объем околоплодных вод, структуру и размер плаценты, а также состояние и тонус матки. Для каждого из этих параметров есть показатели нормы, с которыми врач будет сравнивать полученные результаты. Копчик и теменной размер, то есть длина плода от темени до копчика, 43-84 мм. Если эта цифра больше нормы, значит, ребенок будет крупным. Отклонение в меньшую сторону говорит о замедленном развитии. Причиной такого положения дел часто являются гормональный дисбаланс или перенесенные будущей мамой инфекционные болезни, генетических патологиях или гибели плода. В этом случае сердце не будет прослушиваться. Впрочем, это может быть обусловленной банальной ошибкой в определении сроков беременности. Бипариетальный размер, то есть расстояние от виска до виска, 17-24 мм. Высокий БРР означает большой размер плода, но лишь при условии, что все остальные показатели говорят о том же. В противном случае речь может идти о грыже мозга или гидроцеефали. Низкий БРР говорит о замедленном развитии мозга. Толщина воротникового пространства 1,6-1,7 мм. Зависит от срока беременности. Отклонение от этой нормы выше 3 мм считается признаком некоторых тяжелых хромосомных патологий, синдрома Дауна, синдрома Эдвардса и т.д. Однако не следует паниковать раньше времени. Никто не станет ставить столь серьезный диагноз лишь на основании ТВП. Для подтверждения требуется сдать анализ крови на гормоны и сделать биопсию внешней плотной оболочки эмбриона для последующего исследования. Длина кости носа от 2 до 4,2 мм. Слишком маленькая кость носа может говорить о патологии или же просто о том, что нос у малыша будет курносом. Частота сердечных сокращений 140-160 ударов в минуту. Небольшое до 40 ударов в минуту, отклонение в ту или иную сторону считается вариантом нормы. Размер хориона, амниона и желточного мешка. Хорион – это внешняя оболочка плода, которая со временем станет плацентой. Если он расположен на нижней стенке матки, говорят о предлежании хориона. Это потенциально опасная ситуация, чреватая выкидышем, и в этом случае беременной рекомендован постельный режим. Амнион – внутренняя оболочка, которая удерживает околоплодные воды. Нормальный объем околоплодных вод на сроке 11-13 недель – 50-100 мл. Желточный мешок – это зародышевый орган, который в первые недели жизни плода выполняет роль некоторых внутренних органов, которые будут сформированы позже. К сроку первого скрининга желточный мешок должен практически исчезнуть, тогда в бланке обследования будет указано «не визуализируется». Если же размер его составляет около 6 мл, то, возможно, у плода присутствуют определенные патологии. Шейка матки. В норме ее длина к моменту первого скрининга составляет 35-40 мм. Более короткая шейка матки означает риск преждевременных родов. УЗИ проводят двумя способами – трансабдоминальным, при котором датчик УЗИ аппарата располагается на животе, и трансвагинальным, при котором он вводится во влагалище. Трансвагинальное УЗИ дает более полную и точную информацию, но его обычно проводят только в первом триместре. Этот метод, как правило, используют при обследовании женщин с лишним весом, поскольку жировая прослойка в области живота не позволяет в деталях рассмотреть плод и матку. Анализ крови. Биохимический скрининг, который также называют двойным тестом, проводят для определения уровня двух гормонов. Хорионический гонодотропин человека начинает вырабатываться с первых дней беременности. Его количество постепенно нарастает примерно до девятой недели, а затем начинает плавно снижаться. Повышенный уровень ХГЧ может свидетельствовать о многоплодной беременности, или, в худшем случае, генетических патологиях плода, или наличии у матери сахарного диабета. Пониженный ХГЧ типичен для замершей беременности, внематочной беременности, гибели плода или определенных пороках развития синдрома Паталл и синдрома Эдвардса. Чтобы анализ крови дал максимально точные сведения, его нужно сдавать на голодный желудок, как минимум через 8 часов после последнего приема пищи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok